МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Горит трава, дымит свалки. На сегодняшний день зафиксировано два больших очага возгорания в Махачкале и Карабудахкенском районе. Дайте нам работать, слушай. Люди здесь зачем собрались? Нам делать нечего, что ли, здесь собраться? Мы должны сейчас пойти, сидеть на своих местах, работать. Дайте нам работать. Удар по малому бизнесу вынуждает людей возмущаться. Около ста бизнесменов собрались сегодня на центральной площади в Махачкале, чтобы высказать свои требования. Малоимущие семьи могут освободить от оплаты за детсад. Это может стать существенной мерой поддержки для нуждающихся семей. В Махачкале и Карабудахкенском районе горит мусорная свалка и сухая растительность. Зафиксировано два очага возгорания в поселке Тарки и Агачауле. К тушению подключилась вязь МЧС России. Причиной возгорания, по предварительной информации, является человеческий фактор. В условиях аномальной жары риски повышаются многократно. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. К тушению пожара подключилась авиация МЧС России. В поселке Тарки и Агачауле уже второй день горит сухая трава. Огонь охватил и мусорную свалку. Пожар охватил в общей сложности площадь в более 40 гектаров, уничтожая на своем пути всю растительность. Тушение пожара осложняется трудозаступной местностью. Также для тушения пожара задействована авиация МЧС России с применением водосливного устройства. Всего осуществлено 9 сбросов. Основная причина возгорания – халатность человека, считают в МЧС региона. Помимо этого, аномальная жара вызвала чрезвычайную пожароопасность, когда самого малого чага достаточно, чтобы разгорелся большой огонь. В гидромедцентре сообщили, что температура будет подниматься до 42 градусов тепла и продержится на высоком уровне вплоть до 9 июля. Июль, в середине месяца, лето, оно в Дагестане всегда было жарко. Оно у нас уже так уже жаркая погода. Температура поднималась до 33-34, но в ближайшие дни, буквально завтра, после завтра, три дня, будет максимально высокая температура. В северных низменных районах до 42 градусов поднимется. В приморской зоне до 38, в предугольных районах до 40. МЧС призывает не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Почти все случаи возникновения лесных пожаров, отмечают спасатели, происходят из-за неосторожного обращения граждан с огнем в лесу. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзлов, телеканал ННТ, Махачкала. Рестораторы, владельцы и арендаторы малых заведений общепита в Махачкале требуют дать им возможность работать в прежнем режиме. Ситуация с коронавирусом ударила по людям и их бизнесу. Многие терпят большие убытки. Так, около 100 человек сегодня собрались на центральной площади в Махачкале, чтобы быть, наконец, услышанными. Представитель мэрии рассказал, почему открыть все заведения разом пока не представляется возможным. Хадижа Курбанова продолжит. Дайте нам работать, слушай. Люди здесь зачем собрались? Нам делать нечего, что ли, здесь собраться? Мы должны сейчас пойти, сидеть на своих местах, работать. Дайте нам работать. Дайте нам работать! Требование предельно ясно. Люди хотят работать. Около 100 человек, среди которых как и сами рестораторы, так и весь их рабочий персонал. Все они на протяжении нескольких месяцев вынуждены буквально выживать. Денежные запасы иссякли, да и терпение, по их словам, тоже многие собравшихся имели сдельный оклад. Официантки, повара, администраторы. Поэтому не получают зарплату уже несколько месяцев. Я администратор, работаю тоже в закрытом заведении. И у нас под руководством нашим тоже работает около 10-12 человек. И эти люди тоже каждый божий день звонят и просят. Мы выходим на работу, мы можем работать. Многие из них, лично я, в том числе живу на квартире. И квартиры люди не могут оплачивать. На сегодняшний день транспорты битком набитые едут. Там люди не разоражают. 99% едут без масок. А почему администрации этого не видят? Пандемия сильно сказалась на бизнесе рестораторов. И даже работа по доставке еды не оправдывает все потери. Некоторые предприниматели адаптировались под новые условия. Другие вынуждены были полностью закрыть свои заведения. По их расчетам, лучше уж так, чем заниматься разносом себе в убыток. Кстати, убытки за карантинные дни у многих исчисляются сотнями тысяч и доходят до полумиллиона. Наверстать упущенные рестораторы могут только сейчас, в летний период. Почему такое отношение к нам, к людям? Да, эти люди работают. Особенно сезонным работникам, у которых сезон короткий, полтора-два месяца. Мы работаем всего на всего. Почему у нас, правительство, государство, выборочные отношения к людям, к рестораторам? Почему одним можно, другим нельзя? Почему может работать Каспийская трасса? Почему не может работать Сулавская трасса? Восточный, я не против того, что им дали. Я, наоборот, рад за этих людей, кому дали работать. Ну, у нас есть такие кафешки в городе, 20-30 человек, которые помещаются. Максимум, который там день, который заходят люди. Теще, чем у людей, у них там поток бывает каждый день. Видимо, там люди не болеют, у нас болеют. Так же не должно быть. Должны к нам тоже, так же, по вниманию отнестись. Вопросов у людей масса. Представитель администрации Махачкалы вышел к собравшимся и попытался ответить на самые наболевшие. Мы все понимаем, Салман Кадевович говорит, что большая занятость в этой сфере у нас. Это градообразующая сфера деятельности, много объектов. И мы хотели бы ускорить, потому что мы считаем, что наш общепит высокий уровень подготовки к культуры и так далее. То есть мы можем вместе с вами подойти ответственно и соблюдать все требования. Поэтому наш опыт по этим 10 проектам показал положительный результат. И сегодня мы намерены на заседание правительства в 3 часа ходатайствовать, чтобы запустили все желаемые объекты, которые будут соблюдать все требования. По словам Исрапилова, мэрия города ходатайствует о скорейшем возобновлении деятельности заведений общепита. Сегодня работает 10 ресторанов с площадками на открытом воздухе. Это был пилотный проект, по итогам которого будет вынесено решение по возобновлению деятельности остальных кафе и ресторанов. Списки их будут пополняться, но вопрос будет решаться постепенно, учитывая все жесткие требования, продиктованные эпидемиологической ситуацией. Пока вопрос, когда отчаявшиеся люди смогут приступить к работе, остается открытым. В Дагестане открыли первое детское палеотивное отделение. В торжественной церемонии принял участие премьер-министр республики Артем Сдунов. Отделение рассчитано на 20 коек. Там будут принимать детей, у которых выявлены неподдающиеся лечению тяжелой патологии, в том числе онкологического характера. Также при отделении собираются создать выездные бригады, которые будут оказывать помощь на дому. Для работы в центре привлечены медики, прошедшие специализированное обучение. Они также будут объяснять родителям, как ухаживать за тяжело больными детьми. Клиника оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ. Малоимущие семьи могут освободить отплаты за детсад. Соответствующей инициативой в Госдуму выступила член Общественной палаты России Ирина Волынец. Это может коснуться тех семей, в которых ежемесячный доходная члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов. По мнению парламентария, это может стать существенной мерой поддержки для нуждающихся семей. Эту меру предлагается сделать в постоянной с момента ввода режима повышенной готовности. Цены на бензин в России защитили от снижения. Власти решили отказаться менять порядок их образования, в том числе отменить механизм надбавки нефтеперерабатывающих заводам. Ранее представители Независимого топливного союза предложили отпустить топливные цены на заправках и снизить запрет на импорт топлива в Россию. Это помогло бы сдержать рост оптовых цен, однако власти сочли это нецелесообразным. Напомним, что в июне в России оптовые цены на бензин достигли исторических максимумов. Это произошло из-за резкого восстановления спроса на топливо после выхода большинства регионов из режима самоизоляции. Более полмиллиона мальков и сетра запустили в водоемы Дагестана. Работы по выпуску проводили сотрудниками Росрыболовства республики. Выпущенные 200 тысяч мальков идут в рамках выполнения госзадания и 300 тысяч профинансированы Министерством обороны России из-за ранее причиненного ущерба биоресурсам от проведенных учений в акватории Каспия. Всех мальков вырастили на заводе «Сулак» в Кизелюртовском районе. Рыбную молоть выпустили через каналы в реку Сулак, по которой мальки должны добраться до моря. На днях состоялось открытие детской клиники нового формата «Дана». Миссия «Дана» клиника – это стремление предотвратить болезнь посредством плановых обследований, определение предрасположенности к тем или иным заболеваниям и создание программы сохранения ресурса здоровья. Подробнее в следующем сюжете. Клиника «Дана» – это пространство нового поколения, совсем не похожее на привычные традиционные больницы. Здесь собраны лучшие специалисты, которые применяют грамотные подходы, делают процесс обследования не только удобным для родителей, но и приятным для детей с игровой подачей. Я уверена и в том, что моя команда и я, мы сможем сделать быстро, качественно, оказывать услуги родителям и детям в доброжелательной обстановке, что, мне кажется, это немаловажно. Уютное пространство с тематическим интерьером поможет ребенку расслабиться и почувствовать себя в безопасности. В клинике «Дана» можно пройти плановый осмотр всего за один день, без каких-либо очередей. Или воспользоваться услугой телемедицины, дистанционным приемом, не выезжая из дома, а также позвать специалиста на дом в любое время суток. Мама обязана проводить плановые осмотры, организовывать для своих детей. При этом мы сталкиваемся с тем, что маме приходится записывать ребенка к одному доктору в понедельник утром, к другому в среду вечером. Это сподвигло нас создать клинику, в которой можно будет за один день получить все осмотры. Самое главное достоинство программы комплексного обследования ребенка – это своевременное обнаружение диагностика заболеваний еще на ранней стадии их развития. Это у нас комплексный подход к лечению ребенка. И таким образом мы, восполняя дефициты, профилактируем многие заболевания, которые нас могут ждать в будущем. Алина Багилова, Магомед Магомедов, Сабина Тагирова, Магомед Ибрагимов. Телеканал ННТ Махачкала. Дебют учеников Абдулманапа Нурмагомедова в UFC откладывается на неопределенный срок. У бойцов Тагира Уланбекова и Умара Нурмагомедова в конце июля были запланированы поединки. Накануне они должны были вылететь в Объединенные Арабские Эмираты, где пройдут ближайшие турниры лиги. Однако новость о смерти наставника вынудила спортсменов изменить свои планы. Умар Нурмагомедов должен был встретиться с британцем Атаэлем Вудом, а Тагир Уланбеков с украинцем Александром Доскольчуком. Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Абдулманап Нурмагомедов